В Ежкороле ко дню учителя назвали имена пяти лучших педагогов столицы. Это победители первого конкурса грантов мэра города, учителя биологии Елена Данилова из 29-й школы и Светлана Семенова из школы номер 15, воспитатель центра Росток Анастасия Новикова, педагог дополнительного образования Эльвира Александрова и старший воспитатель детсада номер 17 Наталья Шошина. Цветы, диплом, поздравления и конверт со внушительной суммой в 25 тысяч рублей. Наталья Шошина, старший воспитатель детского сада Ивушка и еще четыре педагога из Шкаролы в этом году стали обладателями гранта мэра города. Конкурс был непростым, признаются победительницы. За грант боролись более 30 педагогов. Участие в конференциях, фонеурочная и научная деятельность, многочисленные курсы повышения квалификации, а также успехи воспитанников и учеников были главными критериями для определения лучших. В муниципальной системе образования города Ишкаролы придается большое внимание профессиональному движению и самосовершенствованию педагогов. И в этой части большую роль играют конкурсы профессионального мастерства, так как мы считаем, что это один из важнейших стимулов профессионального совершенствования педагогов. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, ребятки! 12 лет Наталья проработала воспитателем в детском саду, но, смущаясь, признается, скучает по детям. Ведь теперь заходить в группы ей приходится реже. Вот уже 6 лет она старший воспитатель. Иначе методист, как эта должность называлась прежде. Работы и ответственности только прибавилось. Профессия старшего воспитателя трудоемка, потому что требует от педагога профессионального роста, работы над собой, решительности, оптимизма, умения налаживать контакт с людьми. Если я постоянно говорю педагогам, что вы должны повышать свой профессиональный уровень и буду сидеть на месте, то, наверное, слова так и улетят в пустое место. А если я участвую, то и педагоги, глядя на меня, я думаю, будут принимать активное участие в общественной жизни детского сада. Без творчества и поиска новых идей не может быть талантливого педагога. А если успешен педагог, успехов добиваются и дети. Да и родители спешат отдать своего ребенка именно к такому специалисту. По словам организаторов конкурса, грант мэра города теперь будет присуждаться ежегодно.